Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги, площадь посева Азимов в Ростовской области прозвучала, 2900 гектаров. Я агрономией занимаюсь с 1961 года уже 60 лет. Поэтому, естественно, здесь речь шла о посевной, речь шла о сортах. Я хочу сказать несколько слов о земле. Так вот, до сих пор, среди науки дискуссионно, 2,9 млн гектаров – это достижение или, скорее, преступление перед плодородием земли. Упрощенные все обороты, лих отсутствия. У нас по северу началась массовая гибель Азимовой пшеницы в фазе одного-двух листьев по колоссовым. По югу уход от паров, огромные потери гумуса. Вот так крупными штрихами сегодняшнее земледелие на Дону. Здесь длительное время работал Иван Георгиевич Калиненко. Я проведу одну цитату, которой он является автором. «За 1963-1983 годы было много призывов к ликвидации или сокращению черных паров. И тогда они действительно были сокращены. И всякие расы жизни правдико доказывали, что без черных паров, засушливых условий от Дона, устойчивое производство зерна Азимовой пшеницы невозможно». У него тоже опыт, и у него тоже были основания для того, чтобы так заявить. Сегодня, по данным метеорологов нашей страны, за последние 10 лет в России, температура поднялась на полградуса. На планете только на 0,18. И боюсь, что ситуация, которая была осенью, может повторяться. И этот процесс может становиться довольно частым явлением. И сохранение влаги в почве будет одним из актуальнейших мероприятий земледелия. Калинин Каратовов за площадь под озимами 2 миллиона 200, 2 миллиона 300, 800 тысяч паров, затем класс многолетних трав, боговой культуры. Это как-то стабилизировало количество гумусов в почве. Мы не с такой скоростью сползали вниз, как это делается сейчас. Опыты довольно знаменитого агрохимика, который работал в тогдашнем Донском зональном институте, а теперь Франц, наши учреждения называются, Показали, что этот процесс можно установить, когда выносишь и когда вносишь, чтобы это все было одинаково. По зоту хосуркалию, а гумус компенсировать многолетними травами, навозом, пожневыми остатками. Она носила 67 килограмм ДВ на гектар пашни и 7 тонн навоза. У него был 10-ти польный силбород, в начале гумус был 4,43, закончилась ротация 4,48. Некоторые гумус отмахиваются, это такое понятие, на которое можно не обращать внимания. Когда-то и Сахара была плодородной страной или плодородной областью земного шара. А теперь она Сахара. И можно из истории десятки примеров привести, когда исчезали государства в результате сильного истощения почвы. Я проведу такой пример. В 1904 году на Сарданинской опытной станции на севере в одном гектаре содержалось 500 тонн гумуса. Прошло 100 лет. Потеря составила 108 тонн. В одной тонне содержится 5 калорий. Следовательно, в одной тонне чернозема исчезло 5 миллионов килокалорий энергии. А спрашивается, а сколько же тогда в 108 тоннах? Сейчас этот процесс катастрофически мырастает. Я вам должен сказать, вот мы внесем удобрения, закроем удобрения. Удобрения не компенсируют потерю гумуса, потому что он усиленно окисляется и восполняет тот, так сказать, дефицит НПК, который вы недовнесли. Он обусловлен интенсивным выносом НПК. И за последние 20 лет, по крайней мере у нас по северу, мы с 3,4% сползли до 3,2%, а на более 60% сползли в северных зонах до 3% гумуса. Большой урон продолжает наносить эрозия почв. Смыло 5 сантиметров чернозема. Ну что такое 5 сантиметров? Оказывается, на одном гектаре потеряно 1 сантиметр. На одном гектаре 43,5 тонны гумуса. Раз. Две тонны азота и фосфора. Два. И 15 тонн калия кальция. Три. Для восстановления 1 сантиметра чернозема требуется век. В настоящее время на карбонатных черноземах вынос азота, ну, со средним урожаем 3 сантиметра, это 3,3 кг, фосфора 1,2 калия 2,7. При кортных урожаях, конечно, вынос увеличивается в 1,3 раза. И у нас все время отрицательный баланс по азоту, фосфору и калию. Допустим, если взять среднее хозяйство, и опять-таки средний урожай 3 сантиметра гектара, процент возмещения азота 52, фосфора 68, калия 30%. Конечно, в моих хозяйствах интенсивно используют удобрения, но там тоже наблюдается своеобразный перекос. При интенсивном использовании азотных удобрений, возмещение доходит до 80%, 20% не хватает. По фосфору даже на один уровень одинаковый там выходят. А вынос калия доходит до 74%, мы на него вообще не обращаем внимания. А это один из макроэлементов, который защищает посевы в прессивных засухах. При монокультуре заметно усилились болезни. Здесь уже говорилось злаков, жарчина, септорез, перенофороз и так далее. Переход на минимальные нулевые технологии ускорил общий процесс распространения вирусов, бактериальной пятнистости. Причем нарушение всего оборота приводит к накоплению вредителей, которые раньше не имели никакого хозяйственного значения. Вот тот же клоп, тот же песчаный медляк, ну и избыточная азотная подкормка иногда. Они усиливают развитие жарчин и всех других болезней. Кроме того, усиливаются и корневые гнили. У нас было фузариум, циркоспорелла, сейчас гейзоктония, фиболиоз наступает. Когда-то в прошлом году у нас на Сатанинской станции был День поля, и подошел один из участников и говорит, «Вы знаете, я вот уже пять лет выращиваю пшеницу по пшенице подряд». Ну, я, конечно, ахнул от удивления. Конечно, в этом случае происходит переутомление земли. Односторонний вынос питательных веществ нужно удобрений в два раза уже больше вносить, чем на обычной почве. Специфическая болезнь, вредители, но самое главное – накопление фитотоксических веществ почвы. Солом много накапливается, она за один год не успевает, перепревает, а при разложении образуется фенолы. В общем, в итоге и наблюдается резкое снижение полевой схожести. Ну, несколько слов о удобрениях. Просто ремарки, такие замечания. Используем солому, запаху в большинстве случаев. Кто запахует, то оставляет на поверхности, в зависимости от принятой системы обработки почвы. Исследования показывают, что несение соломы без добавочного азота 10 кг ДВ на 1 тонну снижает урожай на этом поле, чем если рядом, не вообще, без соломы, нулевой вариант, с которым это поле сравнивается. Если же вносить 10-50 кг ДВ в зависимости от соломы, да плюс еще используют бактериальные препараты, ускоряющие размножения, вот тогда эта солома – это настоящий навоз. Остро стоит вопрос о наличии доступных фосфатов в почве, хотя за последние годы несколько улучшилось состояние. Но я приведу пример, как поднимать П2О5, что нужно, какими ресурсами обладать, что нужно носить. Если взять за 17 мг на килограмм естественный форм, если вы внесете 30-ти ромофоса под спашку, вы поднимете общий фон доступных фосфатов до 40. Сразу. Вот в запас раз, и потом на этой базе можно 10 лет работать, особо, может быть, и не обращая внимания на фосфор. Третий пункт. Внесение удобрений при засухах – это тот же полив. Пример. Нулевой вариант. Растительной массой на одном гектаре 58 кг. Циндеров. Требуется влаги 565 тонн на одну тонну массы. Если мы внесем N120, допустим, P120, Калей 120, будет 87 тонн массы, а воды потребуется только 418, 565, минус 418, 147 тонн экономии воды и, естественно, большой прирост. Несколько слов о сортах. Здесь уже говорилось, я повторяться не собираюсь. Я единственное хочу сказать, что мы также идем в селекцию, и на севере Ростовской области у нас есть что также показать, и мы также приглашаем на день поле северного дона. Так я хочу привести для размышлений данные прошлых лет за 1963 год, когда ежегодная гибель озимых в области была на уровне 34%. В чем же причина? Причина объяснялась не только ликвидацией или сокращением паров, но и преобладанием посевов сорта Безоста-1. Его зимостойкость такая, как и современный краснодарский сортов. 1969 год. Площадь под Безоста-1 54%. Ну, как сейчас под кубанскими сортами. Посеяли 2 миллиона 66 тысяч. Погибло 1 миллион 737 тысяч. И по всей области собрали 472 тысячи тонн. По области. Ну, или еще один пример такой же. Вот Безоста-1 38% пары только начинают ходить, как говорится, в моду в 1987 году. 1 миллион 656 тысяч посеяли, погибло 1 миллион 126, 68% и собрали 1 миллион 400 тонн. Я думаю, что этот пример хороший пример для размышления. Если бы по северу на 5 градусов ниже температура была, то, конечно, все бы, я не знаю, может быть, до уровня шахт кубанские сорта отошли в мир иной. Ну, и в заключение о пахотном слое несколько слов. Способы обработки у каждого свои. Каждый, так сказать, это выстрадал, на практике проверил. Я считаю, что первый вопрос в настоящее время это вопрос сохранения влаги. Мы на севере за пары, за обработку, которая чередуется, как неглубокая спарка, там поверхностная обработка, посев азимых и нулевой, и все другие моменты. Так вот, парах должен быть 6 сантиметров рыхлой почвы. Сверху это самый действительный способ сохранения влаги. Причем, даже у нас был вариант, где солома была на поверхности, даже под соломой влага не сохранилась. В осень 2020 года это полностью подтвердилось. И второе. Нам нужен совершенно другой тип сеялки, для того, чтобы влага будет уходить. Вот, если у нас по северу, я не знаю, да, наверное, по всем югу, наверное, почти 3 месяца не было осадков, и влага была на 10, 12, 13 сантиметров. Есть технология, которую предложил академик Барая. Севка, СЗ 2,1. Я десятки раз просил на сев уровнях, чтобы наши институт механизации или другие институты сделали севку наподобие с приличной шириной захвата, допустим, 5,6 метров. Катки там разливают почву на 6 сантиметров и до основания на 7 сантиметров можно заделать зерно и получить сходы. Это я делаю 50 лет на Северодонецкой станции при засухах ежегодно. И заключение. Как, так сказать, подвести общий итог? Мы правильно обрабатываем землю или неправильно? Есть определенные параметры состояния почвы. Это оптимальный объем пахотного слоя 1,1-1,3 грамм на сантиметр кубический. Порозность 55-65 процентов объема. Летим на самолете с ремонтного, замечаем поле, дождь прошел, стоит вода. Полностью никуда не уходит. Вот глянь сколько воды. Да это беда. Это значит пор минимум все забито пылью и вода никаким образом не поглощается. Капиллярная способность 35-45 процентов объема. Пыль 5-8 процентов. А что делают сейчас дисковые орудия? Вы посмотрите там до 15-17 даже до 20-ти. И главное в почве должно быть 15 процентов от объема воздуха. Вот это настоящая почва, которая способна взять потенциал наших сортов. Конечно сравнивая с предыдущими годами 63-м 80-м потенциал наших сортов вырос в два раза. И то, что область получает высокие прибавки, конечно, честь и хвала тем, которые работают на земле, вам, но в то же время селекционеры подняли потенциал сорта при тех же затратах удобрения и всего прочего два раза. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok